К нам присоединилась гостья, это Кристина Комаровская. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. И ее прекрасные питомцы. Чаровательные существа. Как их зовут? Вот это кот, его зовут Дальмей Викон Твайс. Это его невеста Дальмей, Энджи Блэк Перл. Блэк Перл это черная жемчужина, а Дальмей? Дальмей, как говорится. Дальмей это название питомника, в состав которого мы входим. Питомник находится в городе Владивостоке. Вот как. Кристина, звание у породы украинский левкой, вроде как с цветком что-то связано. Да, левкой это вот форма ушей, напоминающая лепестки цветков левкой. Но у них разная немного форма ушей, да? Да, вот это прямоухая девочка, потому как разведение невозможно без прямоушек. Здесь зависит здоровье и продолжительность жизни. Это ощущение, что в любой непонятной ситуации мальчик спит. Да, да, да. Нет, я другой, я первый раз встречаюсь с такой породой, первый раз их вижу вот так вот близко. Расскажите поподробнее, еще какие-то особенности интересные. Характер. Характер. Расскажите поподробнее, они очень спокойные кошки, в меру игривые. Усы у них смешные, все хроны, усы у них как-то вот так усы. Да, вот обязательным признаком этой породы является не только их бесшерстность, но и наличие усов. В отличие от тех же, скажем, донских сфинксов, у которых не должно быть ни единого волоса на теле. Кстати, вот Вайс, он лысенький совсем, а Энжи, она у нее немножко волосатый. Да, у нее есть подпушка, это брашевая варета, ну это со временем вылезает, да, и она становится абсолютно голой. Вот лысые кошки вот приходилось все-таки, да, встречать, но только вот сфинксов тех же самых. Они чем отличаются? Они мельче, что у них какие еще изменения есть? Они отличаются вообще всем. Они отличаются головой, формой шеи, телом, кожей, то есть отличаются абсолютно всем. Хотя вы правильно заметили про сфинксов. Дело в том, что эта порода была основана на генах донского сфинкса и генах скоттишфолда, за счет чего получили голую веслоухую кошку. Шотландский вот. А получается, вот эта смесь чего, как их вывели? В 2004 году был получен первый представитель украинского левкоя в городе Киеве. Заводчиком является филинолог, генетик Елена Всеволодовна Бирюкова. Она очень долго занималась созданием этой породы, чтобы они были ни на кого не похожие. Ну и вот в итоге получился первый представитель, зарегистрированный в Киеве. На самом деле ни на кого кошки не похожи. Скажите, очень интересно, как у вас появилась первая кошка? Абсолютно случайно. Как? Рассказывайте. Подруга привезла в город украинского левкоя, первого завезла. Но что-то пошло не так, и в итоге эта кошка оказалась у меня. С тех пор. А сколько сейчас у вас кошки? Сейчас три кошки. Мы полностью обновили все крови. И сейчас будем работать на новых кровях. А третий дома сидит охраняем? Третья дома сидит, да. Третья девочка у нас полностью брашевая, лохматушка. Так, брашевая – это что? Браш – это когда кошка имеет шерсть. Она у нее кудрявая, очень редкая и довольно-таки жесткая. Кристина, правда ли, что вы единственная заводчица во всей области вот этих вот кошек такой породы? Нет, у нас в Ангарске есть еще одна девушка, которая занимается этой породой. Ее зовут Лариса, и прошлый сюжет как раз был с ее котом. То есть до тот момент она только начинала, получается, да, заниматься? Характер интересный. Кстати, вот у мальчика глаза, по-моему, зеленые мне показалось. Вот только открыл их на секундочку. Вот, любопытно. Да, у них зеленые глазки. Чего спит постоянно? Просыпаешься. Мужики всегда спят. Дай глаза посмотреть. Любой непонятной ситуации. Вайс. Вайс, вайс. Вот это вот весь их характер. То есть им надо, чтобы присутствие хозяина на ручках, это они очень сильно любят. Как отличить, кошка молодая или пожилая? Они же морщинистые такие. Морщинистые. Когда кошка только рождается, он еще более морщинистый. Со временем маленько морщины все-таки разглаживаются. Это сейчас типа не понятно. Мне знаешь, напоминает кого этого голума из гластилина колеса. Такой же голый, пачеглазый. Такой, да. А сколько летом сейчас? Коту два года, а кошке три. А выглядит как на два. Ну, выглядит она вообще как котенок. Кристина, дорогое ли это удовольствие кошку себе такую приобрести? Кошку, породистую кошку содержать, это дорогое удовольствие. Потому что хорошее породное животное не может стоить дешево. Здесь прививки, здесь выставки, здесь анализы, вязки, доставка из другого региона. То есть, как бы, здесь все складывается в эту цену. Я уверен, что вы где-то выступали уже, да, на выставках? Мы пока показываемся только в Иркутске на выставке. Редко, но мы там бываем. Если камера сейчас переведет на нашего редактора, то она тщательно пытается заманить кошек. Лена, я очень спокойно, они не ведутся на твои бабочки. Переведите на Елену, с чем она занимается в сети. Лена, кись-кись-кись-кись. Эти кошки игривым характером не отличаются, то есть, им как бы, без разницы. А как к ним подойти правильно? Я не знаю, если бабочек не любят, то играть не любят. Иногда на них находят. Они могут, как маленькие бесята, носиться по всей квартире. Я помню, мы сюжет снимали у Кристины дома. Кошки все спокойные. Одна немножко боялась, убегала серая, вот красивая такая была, тоже лысая полностью. А вторая такая черепаховая вода цвета, вот бешеная. Туда, за какой-то, спряталась за диван. Потом спряталась за батарею, где мы, кстати, ее, и потом и не нашли вообще. Куда она делась? Не пойду, носилась вот так вот. Что-то находит на них. А ну, это другие крови, другое поведение. Ну, король, я смотрю на ней, на вайсы, и король. Да, он царь. Да. Лапа там, пожалуйста. Кристина, мы сегодня обсуждаем такую тему. Мы переехали, у нас новая студия, и как ведется в новую студию, и вообще в новое жилище, в квартиру нужно пускать первым на порог кошку. Мы забыли об этом, конечно, уже прошла целая неделя. Вы передерживаетесь ли такой традиции, что первая должна заходить в квартиру, в новое жилище кошка? Ну, вот мы недавно приобрели квартиру, но первым в квартиру все-таки вошла я. Хозяин. С кошкой. С кошкой, потому что, ну, кошка боится всегда новое что-то, кошка испытывает стресс. Поэтому желательно кошку уже везти все-таки в обжилое помещение. А есть же такие наглые кошки, нет? Типа, отойди, я зайду сама. Нет, ну, у меня просто, у меня живет обычная кошечка, она очень умная, но она очень наглая. То есть, если мы приезжаем к друзьям в гости, она сразу же, есть ли другие питомцы, она идет и все обследует, ходит потом, как деловая, там, на диванчике разляжется. У кошачьи, вот у них порода такая, такие величественные так себе ведут вальяжно. Кристина, дайте мне какой еще вопрос. Вот, когда смотрю на выставку собак, у них, понятно, по каким критериям судить, да, по породе, у них там волосок к волоску, потом прическа уложена, они какие-то команды выполняют. Как у кошек, складочка к складочке, как, что делать нужно? Шерсти-то нет. В каждой породе тоже есть свой стандарт, которого судья и придерживается. Действительно, на выставках кошек все совсем по-другому, как у собак. Мне пришлось учиться этому заново, потому что я 18 лет держала все-таки собак и ходила по выставкам. Здесь совсем другой уровень. Здесь берешь кошку, спокойно идешь к эксперту, когда тебя вызывают, ставишь ее на стол, и эксперт описывает его величество кошку. Делает описание согласно стандарту. Все, потом забираете свое животное и уйдете обратно в палаточку. Три складки, два, две, ухо. Как это происходит? Описывается голова, кожа, тело, длина хвоста, соответствие стандарту. Откуда у вас такая любовь к животным? Вы, говорите, 18 лет собаками занималась. Почему на кошек переключились? Или вообще откуда вот эта вот такая всеобъемлющая любовь? Сама не знаю. Ну, видимо, в детстве не хватало. В детстве мы очень часто по подвалам со всякими котятами и собачками играли. Родители не разрешали иметь дома животных. Ну, вот сейчас... Отомстила. Сейчас у меня ребенок очень счастливый. Я считаю, у нас дома пять кошек, и мама не против принести еще кого-нибудь. Пять кошек, то есть это три породы данной породы и еще две? Да, у нас три кошки данной породы и еще две обыкновенные домашние, которые подобранные с улицы. Вот, это тоже хорошо. А дрессировки, они поддаются, вот вернемся к выставке, вот собаки все-таки, они дрессированные, да, в основном на выставках? Ну, может, не в основном, но есть. А кошки, они просто вот стоят, вот, давайте быстрее меня смотрите, первая я, вторая или третья у вас на вашей выставке. Не вижу, что-то выполняют. Нет, они не выполняют, но у них, скорее всего, происходит привыкание. Чем чаще ты показываешься с ней на выставке, тем свободнее ведет себя кошка на столе у эксперт. А цапнуть она может или поцарапать? Ну, это нежелательно. Может, может. То есть, если ты сапнула эксперта, то все автоматически вылетает из программы? Вплоть до дисквалификации. А поэкспертам? Да. А дома обои подрали? Нет, нормально все? Вот уличные, которые, да, эти нет. К шерстюкам, кошкам, шерстюкам, как теперь относитесь-то? Ну, все-таки, наверное, больше этих лысеньких любите, все-таки с такой любовью особой? Удобно, да, очень удобно. Я подержал кошечку на ручках, отпустил и пошел. После шерстяных кошек все-таки надо чиститься. Вот так вот. Я люблю в мехе копаться. Ну, мех, да, мех, он все-таки успокаивает, он приятный. До тех пор, пока у вас дома вот эти... У нас дома живет перс, и дело в том, что он лежит, скатает в себя всю эту шерсть, все это по ковру, и потом еще ее ест. А потом утром просыпаешься, от того, что дома так... Ба! Ба! Это шерсти. Кристина, ну, так как мы все-таки, я вам уже говорила, традицию, вот немного упустили, чтобы пускать кошек в студию, да, в новую. Но давайте все-таки попросим, может быть, нам счастье это принесет какое-то. Попросим по подиуму пройтись модели наши. Ну, давайте мы попробуем это сделать. Ух ты! А, нет! Тронули короля, смотрите-ка, он на него шипит. ой, в другую сторону пошел. Лена, ты можешь вновь приниматься его дразнить, подмаливать себе? Ещё он сам ходить должен, он подумал. Они мышей едят, интересно? Нет. А то как будто мышей ищут. Мяу-мяу. Мы давно ходили в цирк, и у львов, и у тигров, у них такая походка, вот такая, вот так идут все, вот посмотрите, все-таки кошки такие же, вот он наглый понюхал, на всех нашипел. Девочка, я так понимаю, рядом не пойдет, да? Она что-то слазь боится. Нет, она не пойдет. Она дома ходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас она цапнет нашего оператора. Привет. Запрыгивай сюда. Приветики. Ну, запрыгивай. Она меня не цапнет, если я поглажу, он, то есть... Не знаю. Найс. Ой, он хвостик поднял. Не цапнет он, не цапнет меня. Облизывается, как будто цапнет. Тянуться не могу. Ну, кстати, вот они, когда кусают, они травмы не наносят. Да? Ой, ну смотри, как съеживаются. Они просто вот как припугивают. Кристина, мы побежали искать вальсовашего. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию сегодня. Спасибо большое. Будь что-то новенькое, переходите ещё. У нас в гостях была Кристина Комаровская, заводчица необычных лысых котов под названием Украинский Левкой. Да, спасибо большое. Спасибо большое, Кристина.